Да, да, да. Ура, здравствуйте. Не вижу, но слышу. Не видите? Ну ладно, зато мы вас видим. Это самое главное. Доброе утро. Доброе утро. Да, вот мы сейчас тут слегка, давайте тогда с этой темой начнем, если можно. Мы сейчас, пока вы подключались, говорили о том, что отменяются парады Победы, отменили Бессмертный полк, частично отменяются вот эти авиационные части и прочее, и прочее. Что боятся власти, как вы думаете? Провокация. Они боятся то, что они не контролируют ситуацию. Если вдруг во время парада Победы будет какой-нибудь, назовем это, инцидент, то это будет демонстрация слабости власти, которая ничего не контролирует. Вот и все. То есть они боятся, что что? Что могут с утра развать или... Беспилотник, дрон, что-нибудь привезет, ну что-нибудь такое. Потом парад Победы, это значит, нужно туда технику тащить, генералов тащить. А они заняты. Это не очень хорошо, может быть, восклиниться с людьми, которые погибают там в окопах. Поэтому это все неуместно сейчас. Ну, на мой взгляд, я так думаю. Слушайте, но не размывает ли это вообще идеологическую скрепу, одну из основных идеологических скреп режима Владимира Путина? И как там вообще дела обстоят с идеологией? На чем выстраивать вот эту вот общность, если общность народную, я имею в виду, если, в общем, даже уже 9 мая не получается провести, потому что мы боимся терактов? Мне кажется, они, в принципе, этот праздник уничтожили. Потому что когда он был действительно народным, и даже вот этот бессмертный полк появился. Это же инициатива снизу была. Я прекрасно понял. Но они ее присвоили хорошенько сейчас. Они ее присвоили, они ее бюрократизировали, она вообще превратилась непонятно во что. Когда там уже Боклонская ходила с Николаем, с портретом Николая Второго. Ну, то есть, я бы сейчас, кстати говоря, провел бы вот этот бессмертный полк, мы даже обсуждали, с фотографиями погибших во время так называемой специальной военной операции. Все замечательно. Пусть это покажет масштабы потерь, пусть это долбанет по этой власти. Так что, кстати, вот поэтому они и отменили этот бессмертный полк, я думаю. Исключительно для того, чтобы скрыть масштабы потерь. А в целом, ну не знаю, у меня уже больше нет ощущения какого-то праздника, мне его испортили. Это не то, что я любил в детстве. Это у меня теперь ассоциируется с Путиным, с его вот этой войной. Так что, я думаю, эта скрепа размыт и уничтожена. Уничтожена. Нет, конечно, для кого-то, наверное, это еще день, тот самый день, который когда-то был для нас Днем Победы. Но, мне кажется, Путин уничтожил практически окончательный праздник. И судя по тому, что будет только представитель Киргизии у нас на параде. Ну, пока мы знаем только о том, что будет, наверное, Лукашенко приедет. Я думаю, не приедет Лукашенко. А вы думаете, не приедет Лукашенко? У него свой парад Победы. Да, он же в Минске отсиживается обычно в этот день. Да, он будет в Минске, свой парад Победы. Видимо, лидера Киргизии просто купили чем-то. Ну, как кто-то прокомментировал, я сейчас процитировала, что-то нужно, может быть, там, не знаю, кредит какой-нибудь. Ну, о чем надо говорить. Слушайте, а по поводу бессмертного полка, ну, не будут же, если выйдут люди с погибшими сейчас во время войны в Украине, ну, не будут же их винтить? Или будут? Будут. Несанкционированная акция это называется? Ну, то есть, это герои России, вы и, ну, значит, по мнению российских властей, люди выходят на улицу с плакатами героев России и их будут винтить? Значит, если это будет массовое явление, винтить не смогут. Если это будет единичный случай, то, конечно, однозначно. Ну, слушайте, для них любой неконтролируемый выход на улицу опасен. Даже если в их поддержку? Даже в их поддержку все должно быть согласовано, привезено правильными автобусами, значит, галочки проставлены. Правильные люди с правильными фотографиями. Конечно, правильные люди с правильными фотографиями, так сказать, люди, за которых начальство должно поручиться. Но это же так обычно происходит. Даже тот самый бессмертный полк, когда его власть приватизировала, он, в общем-то, и про знарядки проходил. Когда там привозили людей, свозили людей, их на колонны разделяли и так далее. Это не значит, что все приходили по разнарядке. Нет, конечно. Ну, просто это было все заорганизовано, я бы так сказал. И в этот раз то же самое. А теперь у них мой человек, который выходит с каким-то непонятным плакатом. Ну, все, это твой социальный лифт. Бери его там, либо дубинкой его выгоняй, либо в автозак сажай и зарабатывай себе звездочку на погонах. Уже рефлекс, мне кажется, у наших правоохранителей. А еще попробуй докажи там российский военный или военный ВСУ на плакате. У нас уже задерживали, я помню, в 2019 году людей в центре Москвы, когда там планировались митинги. Я помню, велосипедистов, которому ногу сломали. Еще потом его оштурмали за неповиновение полиции. Если сотруднику полиции кто-то покажется очень сомнительным и, скажем так, человеком, который вышел неорганизованно или с какой-нибудь другой целью. То есть то, что в голову придет, так он и будет действовать. Поэтому, может быть, даже придет человек в поддержку Путина, но будет как на площади революции. Помните, когда женщина решила подойти к сотруднику, корреспонденту Дождя и сказать, а вы что, только показывайте тех, кто против? А вот я, например, за. Я могу сказать, пожалуйста. Она говорит, вот я поддерживаю специальную военную операцию, подбегаясь в менты, вяжут и увозят. Она говорит, что подождите, я за спецоперацию, но ее увязли. Смотрите, на фоне всего этого, на этой культуре отмены, даже не побоюсь этого слова, культуре отмены парадов, на фоне всего этого действительно отменяются многие массовые мероприятия. Даже митинг в Лужниках, казалось бы, где гораздо проще обеспечить безопасность, потому что всех можно прогнать через рамки. Но мы понимаем, что власть боится, безопасность, ну, по крайней мере, этих объяснений, которые вы приводите, достаточно для того, чтобы понять масштаб опасений и страхов. Но при этом Путин собрался прямую линию проводить. Мы вчера уже задавали этот вопрос. Мне бы интересно было услышать ваше мнение. Как вы думаете, зачем ему это? Мне кажется, это как-то привычка. Привычка? Ну, просто так положено. Ритуал. Как это? Помните, был такой ролик на Ютубе, когда они, КВНщики, взяли и переозвучили сценку из операции или приключения Шурика. Помните? У нас есть древние российские обычаи. Как называются? Ну, как, выборы президента. Выборы? Нет. Ну, никто никого не выбирает, но красивые древние обычаи. Помните, когда-то Чубайс пришел к Медведеву уговаривать его участвовать в выборах. Ну, вот старые, древние русские обычаи. Вот ритуал. Президент общается с подставками для микрофона, извините. Но в основном там подставки для микрофона. А, по-моему, уже больше никого из независимых туда не приглашают. Но прямая линия, это же с народом вообще прямая линия. Да. Ну, слушайте, президент думает, что он общается с народом. Да, вот он привык. Есть пресс-служба, которая отвечает за вот такие подобные мероприятия. В этом нет никакого смысла абсолютно уже. Но есть администрация, которая должна что-то делать. Да, есть вот эти вот похожие на журналистов люди с микрофонами и камерами, которые должны что-то показывать. Нужен какой-то информационный повод. Да. Президенту нужен пиар. У него же есть пиар-группа какая-то. Ну, все, вот они все работают, так же, как силовики. К вопросу о пиаре. А можно это воспринять как начало подготовки к 2024 году? Слушайте, они уже давно готовятся к 2024 году. В каком смысле? Как, например? Ну, уже президент сказал, что выборы пройдут по плану. Значит, он точно не собирается поддерживать никаких преемников. И, собственно, спецоперация, как они ее планировали, это же ведь то самое. Даже если война закончится к этому времени поражением? Смотрите, они планировали Блицкрик за 7 дней. Балдело. Путин был уверен вместе с разведкой ФСБшной, что они смогут повторить эффект Крыма. Я думаю, расчет был такой. Никто не планировал вот такую войну за тяженую, 100%. Поэтому не проинформировали ни министров правительства, ни депутатов Госдумы, никого. Просто идет все не по плану. Ну, это изначально планировалось как старт будущей президентской кампании Путина. Что вот он в 2022 году начнет спецоперацию, 9 мая проведет парад победы в Киеве. Вот, все на подъеме будет, весь рейтинг пойдет вверх. И к 2024 году он придет таким победителем, сильным лидером, который смог присоединить новые территории. Я думаю, вот план-то был такой. Поэтому это все в рамках подготовки к 2024 году. А поскольку возможно какое-то даже военное поражение на территории Украины, то они начинают переигрывать. Теперь у них план затяжной войны. Они хотят перейти в режим обороны, когда ты теряешь меньше, чем когда нападаешь. И будут войну затягивать, ожидая, что либо Украина устанет сопротивляться, нападать, точнее, контр-атаковать. Либо Запад устанет все это дело поддерживать. Впереди еще выборы президента США. В ноябре начинается праймерис, американцам будет не до Украины. Я думаю, плюс там еще в Европе в следующем году, в некоторых странах выборы. Я думаю, расчет на то, что все устанут. Верный расчет. И потом будет какое-то соглашение на компромиссных условиях, когда и Крым останется, еще какая-то часть сухопутного коридора в сторону Крыма. Пропаганда рассказывает, что мы победили, отхапали даже еще часть чужой территории. Ну, какое-то время, там, пара-тройка месяцев, какая-то часть общества будет радоваться этому. 24-й год они как-то проскакивают. Это я говорю, не как будет, а как они видят. Понимаете? Вот. Расчет, скорее всего, на это. А где самая уязвимая точка этого расчета, на ваш взгляд? Ну, я думаю, как раз именно так называемые выборы, я не хочу их выборами называть, это премия максимальной политической турбулентности. То есть, когда может произойти все, что угодно. Мы сейчас думаем, что Путин железобетонно выигрывает у манекенов. А в какой-то момент манекен может набрать больше президента. Придется сильно фальсифицировать. Это может спровоцировать какие-то последствия. Неизвестно, что предпримут элиты, которые совершенно недовольны и ненавидят Путина за то, что он им жизнь испортил. И может все пойти тоже не по плану. Так же, как Блицкрик, который они планировали 24 февраля. Вот это самое-самое уязвимое место Путина. Вот дамы, Кощея и Глана. А что вы, когда вы говорите, что элиты ненавидят Путина за то, что он сделал, а на чем основывается этот тезис у вас? Ну, с кем-то я общаюсь. Кто-то мне рассказывает о настроениях. Плюс разговоры Пригожина и Иосифа, которые с сенатором. Примерно в такой тональности все обсуждают. То есть, если убрать матерные слова, можно под каждым словом подписаться. Так рассуждают все, за исключением опричнины, которая никому никогда не нужна была. А сейчас они являются основой режима и получают себе бонусы и привилегии. А если мы говорим про людей из бизнеса, из каких-то там самостоятельных, которые бы и без Путина состоялись, и без Путина могут неплохо себя чувствовать. Эти все, конечно, ненавидят. Сто процентов. Прямо вот ненависть. А по что оно может вылиться? Ой, я боюсь, если я вас спрошу про раскол, вы мне скажете. Это примерно такой же вопрос, как ваши творческие планы, мне кажется. Что может быть, ну, как вариант, когда Путин, если вдруг он действительно будет терять популярность, он перестанет играть для этих элит роль такого электорального локомотива. А роль электорального локомотива предполагает, что вот ты можешь воровать, а есть какой-то один, который нас прикрывает, зарабатывая народную любовь. И нам не нужно никого бить, нам не нужно никого сажать, нам не нужно никаких ребрейсов устраивать. Вот есть Путин, он выигрывает и нам дает жить так, как мы хотим. А тут надо этого Путина тянуть за уши, накачивать ему рейтинг, надувать его, мочить всех оппонентов. Да при этом, зачем он такой нужен? Вот тому же Патрушеву даже. Зачем он нужен? Если он потеряет вот эту свою функцию главную. Он, смотрите, уже международный преступник, которого там готов арестовать в 123, по-моему, странах. Он уже не визной. Он уже никогда не сможет решить их проблемы с западным. То есть, допустим, у кого-то яхты арестованы. Кто может решить этот вопрос? Ну, только государство может решить этот вопрос в будущем. Но не Путин уже. Кто-то детей вынужден был вернуть, они учились где-нибудь в Европе. Как все это назад вернуть? Ну, если поменяется поведение государства, ну, с Путиным невозможно. С Путиным никто не будет уже вести переговоры. Он уже официально признанный пожизненно преступник. Дмитрий, простите, можно я? Я просто посмотрю, функцию гаранта защиты интересов на Западе он уже не выполняет. Если он еще перестанет пользоваться народной поддержкой, он им не нужен. Им проще какого-нибудь сына Патрушева поставить. Или там, не знаю, Мишустина, Собянина, еще кого-то. Да, с кем-то договориться о каких-то гарантиях. А Путина потихонечку списать. Причем это сделают свои ближний круг. Дмитрий, вот вы много общаетесь с европейскими чиновниками разными. А вы им рассказываете про вот эти настроения в элитах? Это же люди, против которых они санкции. Это не то, чтобы я их жалею, но просто вы, наверное, ведете какой-то диалог с европейскими чиновниками об этих людях. Да, конечно, безусловно. Но это уже не говорит о том, что нужно санкции снимать. А как раз, мне кажется, санкции должны быть более адресными, более точными, чтобы они раскалывали. Потому что есть путинская клика, совершенно очевидно, она должна быть вся под санкциями. В этом у меня нет никаких сомнений. Ладно. Но есть, значит, есть и другая проблема. Путин ведет войну, потому что у него есть деньги, потому что элиты пока сплошены. Финансирует это. И главная сейчас проблема, что многие бизнесмены богатые, которые даже не под санкциями, но боятся, что на очередном этапе будет 11, 12, 13 пакеты и так далее, могут попасть под эти санкции. Они начинают капиталы из Европы отовсюду перемещать частично в Россию. А неважно, чем ты в России занимаешься. Может, ты там торгуешь пирожками, ты все равно заработанный рубль остается в экономике, перераспределяется, потом ты налоги платишь. И в итоге Путин потом это получает и тратит на войну. Поэтому я им говорю, что крайне важно, наоборот, мотивировать людей, которые не имеют прямой отношения, впрямую не виноваты в том, что не принимали решение начать вторжение, войну и так далее. Вот для этих людей нужно создать мотивацию, чтобы они, наоборот, капиталы из России выводили, чтобы меньше денег было у Путина. А главное, что нужно перестать, как сказать, стрелять по площадям, потому что и людям надо дать простую возможность выводить капиталы как-то. Вот квартиру человек продал, не может вывезти деньги. Держит в России. Это опять деньги, которые в России. Или специалисты, которые не хотят работать на этот режим, не хотят обслуживать ВВК, но они не могут никуда уехать, потому что им не дают визы, им не открывают банковские счета, вынуждены возвращаться и работать тоже в интересах Путина. Я объясняю, что, наоборот, надо дать возможность людям, тем, кто не хочет обслуживать этот режим, уезжать. Их надо интегрировать, их надо поддерживать. Вот. А вывод капитала надо тоже максимально поощрять. Это в интересах войны, в интересах Европы, Украины и так далее. Помнишь, Маш, мы вчера с Аббасом говорили как раз, что нужно какую-то почву создать для элиты, которая хочет перебежать, да? Конечно. Но там ее тоже не ждут, собственно. Потому что нужно какой-то механизм придумать, при котором они публично, видимо, отрекаются от Владимира Путина и как-то присягают, я не знаю, западу уже, наверное. Ну, во-первых, есть вариант, который бы мог устроить простые граждане, которые уезжают, да? Ты просто подпиши, например, что ты против войны. Подпиши, что ты за территориальной целостностью Украины в границе 21 года. И это уже что-то, да? И уже к тебе должны относиться нормально. Здесь с бизнесом сложнее ситуация, потому что у многих какие-то предприятия, родственники, менеджменты, продать это все и вывести быстро невозможно. Я бы для какой-то части бизнеса бы тоже что-то придумал. Ну, например, пусть будет сначала даже не публичная какая-то... Ну, вернее, ты подписываешь какой-то документ, который не афишируется, на момент, пока ты выводишь свои капиталы. Ну, что-то такое, может быть, должно быть. И частично там поддерживаешь Украину каким-то образом. Я не знаю как. Что европейские чиновники вам на это отвечают? Они все прекрасно понимают, но поскольку это демократия, то западные политики, они вынуждены следовать фарватере общественного мнения. Пока общественное мнение на фоне обстрелов, гибели детей, разрушения городов, такое, что в целом Россию надо закрыть, никого никуда не пускать, особенно в странах, которые действительно много, уже буду этот мем использовать, плохих русских, которые буквы зигуют, ходят. Их можно понять абсолютно. То есть я не считаю, что они там какие-то мерзавцы. Россию закрыть, простите, это тоже так себе демократия, конечно. Абсолютно, конечно, я согласен. Но вот, к сожалению, надо просто понимать, откуда это. Путин, убивая людей, детей, разрушая города, создал в Европе такое общественное мнение, что очень часто там решения вынуждены политики принимать эмоционально. Вот. И многие понимают, что так нельзя. Ну, вот общественное мнение такое, как мы можем идти против общественного мнения. И вот это общественное мнение, конечно, очень сложно менять, особенно на фоне вот этих всех терактов, которые происходят, там, гибели детей. Ну, то есть, как сказать, вот эти разумные аргументы во время пожара, да, такого, во время войны очень тяжело как бы работают, не очень эффективно. Хотя понимание того, что нужно элиты раскалывать, есть. Я надеюсь, что все-таки как-то мы потихонечку начнем это корректировать. И здесь очень важно же, опять-таки, вот этот конфликт в оппозиции, которые просто настолько мешают всему. Потому что, если мы хотим отстаивать свои интересы, то должна быть какая-то координационная структура, которая бы говорила от имени всего российского гражданского общества. А пока есть много разных организаций, каждая со своей повестки идет. И в итоге работа делается не очень эффективно. Поэтому вот сейчас в Берлине мы собираемся, в следующую пятницу, в субботу и воскресенье, по инициативе Михаила Хондарковского. И мы попробуем всех объединить. Мы туда пригласили абсолютно всех. Значит, там Фейгин, Максим Кац, сотрудники ФБК и так далее. Все приглашены, там будет очень много людей. И для нас важно просто выработать какую-то повестку, которую мы бы политически лоббировали. Чтобы мы пришли, сказали, вот все хотят, а каким-то образом, чтобы был системный механизм решения проблем российских беженцев, мы хотим, чтобы люди, которые остались внутри страны, чтобы на них не распространялись санкции, когда лекарства не поставляются. То есть в этом нет смысла никакого. Чтобы у нас есть хотя бы общее, что мы хотим видеть в санкциях. Когда это все появится, будет проще. Может, мы вернемся еще к этой теме. Хочу пару вопросов, пару других тем еще затронуть. Путин получил приглашение на саммит БРИКС в ЮАР. Это коммерсант со ссылкой на Пескова. Что касается приглашения на саммит БРИКС, да, действительно, они есть. Ближе к делу будут приниматься соответствующие решения. Комментарии пресс-секретаря поедет, как думаете? Нет, не поедет. Почему? Ну, потому что он трус. Слишком опасно. Потом на любом подобном саммите его так встретят, что ему мало не покажется. Ну, а как его встретят? Вот как раз Ир говорит, бедный Лавров. Мы вчера обсуждали Лавров, который на совбе с ООН поехал. Вот, типа, вот он в логове врага. Один против всех. Нет, он там приветственно жал руку какому-то черному дядьке, я уж не знаю, какой именно страны он представитель, но какого-то из африканских государств, ну и плюс ко всему. Но выражение лица у него было, в общем, довольно грустное. То есть, Путин не рукопожателен в этом смысле. А тогда почему приглашение получил? Смотрите, Лавров такая собачка для битья. Да, или там, как угодно можно там. Он получает деньги за то, чтобы вот таким образом выглядеть. Ему можно так выглядеть. Ну, царю, диктатору, великому мачо Путину так выглядеть нельзя. Поэтому, конечно, там его вынуждены пригласить. Ну, просто, это, как сказать, ну, если страна участвует в БРИКС, тебя не могут не пригласить. Не знать, кто его хочет видеть там. Ну, вынуждены, да, это некие там, это тоже, как это, где там, в Индии это будет, да? В ЮР. Индийская традиция, да, мы должны, так сказать, обнимать, так сказать, душить в объятиях. Ну, это, правда, в Китае, да, наших врагов душить в объятиях. Мы вынуждены в рамках традиции приглашать всех лидеров БРИКС. Мы, конечно, не очень хотим видеть, но ничего нельзя подняться. Поэтому это тоже ритуал, вот, дипломатический ритуал. Я думаю, что там, на самом деле, его не сильно ждут. Потому что, ну, такая поездка для Путина может обернуться серьезным позором на весь мир, если его там будут толпы людей встречать, как кровавого диктатора, какие-нибудь страны сделают какие-то заявления или не станут с ним фотографироваться. Ну, то есть, это будет унизительно для Путина. Я думаю, что он будет тянуть до последнего, а потом кого-нибудь отправит туда. Третьесортного политика, даже не Мишустин. Потому что, а вдруг Мишустин с ними договорится о чем-то там, например. Дмитрия Анатольевича отправим, ладно. Уговорим, как говорится. Ну, Дмитрия Анатольевича. Это же для Дмитрия Анатольевича жирноватый будет. Министра спорта и туризма. А, министра спорта и туризма надо, а неплохо. Неплохо, да. Второй вопрос. Вы сказали про, когда мы говорили о 2024 годе, о предстоящих выборах президента, вы сказали, манекены какие-нибудь наберутся. Мне хотелось про манекенов поговорить. Смотрите, Жириновский, значит, в мире ином. Зюганова не слышно вообще, ни в какой форме. Я не знаю, ты слышала, что он вообще по последнее заявление от лидер крупнейшей, значит, этой фракции в Государственной Думе. Ничего не слышно. Не то, чтобы очень следило, конечно, сейчас за деятельностью. Да, Миронов скувал. Да, это вот самая такая запоминающаяся история. Кто еще? Какие функции у российских манекенов и кто там может быть в этом списке? А у нас же там какая-то правая, да, есть фракция? Мечаева, другого, который не... Новые люди, да? Новые люди, да? Вы про них, наверное. Конечно, кто там у них этот писк... Как вы, господи, актер-то? Певцов. Певцов. Да. Вот. Ну, какую... Ваш тезка Дмитрий. То есть найдутся. Дмитрий Певцов, да? Прямо самый настоящий либерал. Только такой прям вот любящий родину. Ну, окей. Наскребем. Прекрасный кандидат. Хотя слишком опасный для Путина. Потому что, ну, как бы молодой, энергичный. А вдруг еще соберет голос... А не, Певцов вряд ли. Я слышал про Леонида Зюганова, который внук. Да, чуть-чуть разгоняют, да, потихонечку. Вы знакомы лично? Да, мы лично знакомы. Он, как бы, внешне такой достаточно симпатичный молодой человек. Просто за счет внешности может слишком много оттянуть. Поэтому тоже... Пошла гуглить. Баблоян пошла гуглить. Ну, иди, иди. Так, вытянут какого-нибудь вот... С кого тоже перхоть сыпется на, так сказать. А с праворадикальной стороны, с праворадикального сектора могут быть какие-то сюрпризы, на ваш взгляд? Сюрпризы? Нет, не будет никаких сюрпризов. Я думаю, что они проведут кастинг на роль вот такого лояльного лидера партии войны, которая должна получить какие-то свои 5-6 процентов. Я думаю, обязательно они это сделают. Почему? Потому что, если этот сегмент не будет представлен в парламенте, значит, все уйдет в несистемное поле. То есть им нужна системная такая партия, которая, как бы, выполняла роль громотвода. Ну, я не думаю, что они... Но тот же Миронов, кстати, может сместиться в праворадикальную вот эту вот... официально признанную сторону легитимную с точки зрения российского власти. Нет, он не подходит. Почему? Десантник, он с кувалдой, весь такой вполне себе. Ястреб. Нет? Не подходит. Не подходит? Нет, он не будет пользоваться уважением... Должен быть такой... Не нравится, Дмитрий. ...с боевой, такой с боевым опытом, а желательно какой-нибудь там, даже герой. Других кандидатов у нас для вас нет, да. И то слишком опасно. Понимаете, вот я сейчас думаю, вот реально сейчас задумываюсь. Ну, хорошо, кто? Какой-нибудь боевой, там, даже генерал, условно, который вот участвовал в этой специальной военной операции. Но в случае победы, да, мы говорим. Ну, не победа, а в случае там... Даже если там маленькая территория останется какая-то, да, это можно уже преподнести как победа. И вот какой-нибудь генерал идет. Ну, он же может выиграть реально. Ну, как бы опасно. Надо такого, типа, Суровичина, чтобы не выиграть. Он совсем слабый какой-то на этом фланге. Я даже не знаю. Ну, типа Миронова, но только не Миронов. Понимаете, вот какой... Слушайте, Дмитрий, меня этот парад напоминает, прости, господи, выборы российского, главного российского оппозиционера отчасти, понимаете. Миронов сказал, что что нам сейчас в выборах, мы же Путина поддержим. Да, не густо. А может быть, кто-то поддержит Путина, но взамен получит потом партийный мандат. На президентских выборах, я имею в виду. А потом получит мандат лидера партии. Но на президентский не пойдет. Ну, то есть все будет очень скучно. Ну вот, а поскольку в российском оппозиционно-эмигрантском крыле все значительно веселее, как мы с вами знаем, то тогда вопрос, как бы следующий, который отчасти связан с тем, что вы говорили, о чем вы говорили с Ириной, отчасти с последним моим вопросом. То есть, а тогда вы говорили о том, что оппозиция не может договориться, но Орешкин прямым текстом мне в одном из интервью сказал, не может договориться, потому что нет первого лица, никто не хочет никого признавать первым. Вот как бы, есть ли шанс у российской оппозиции этот кейс решить? Слушайте, давайте у нас есть, как минимум, самый популярный политзаключен. Есть, есть. Ладно, к сожалению, пока проблемы только с его командой. Все остальные объединяются в Берлине. Понимаете? И я надеюсь, что мы все-таки как-то сможем лично до Алексея достучаться, потому что у нас было даже совещание нашего антивоенного аппетита, где мы с разными людьми, с Гуриевым, с другими, обсуждали, как мы можем Алексею какое-то письмо передать. Потому что все остальные реально объединились. И как раз здесь какой лидер нужен? Ну, Алексей и так лидер. Какое там признание, что мы же не строим какую-то там, не знаю, армию, где у нас есть главный маршал, дальше офицеры и так далее. У нас должна быть структура, которая будет лоббировать одни и те же вещи. Ну, грубо говоря, мы хотим защищать права российских беженцев. Вы с этим пойдете, вы повторяетесь, но вы с этим пойдете к европейским политикам, чтобы просто налаживать диалог так называемого правительства в изгнании. Начальник не нужен. Нам даже не нужно одну партию создавать. Нам не нужно одну организацию. Нам важно координирующую структуру сделать, и все. И дальше уже мы будем приходить и говорить, вот это наше общее решение. Вот что нужно. На этом этапе? Конечно, нам могут дать статус даже, например, наблюдатели при парламентской ассамблее Совета Европы. Мы недавно встречались со всем руководством, с президентом, с генеральным секретарем, со всеми лидерами фракции. Они от нас этого ждут. У нас 5-6 июня в Брюсселе, вместе с руководством Европарламента, большая антивоенная конференция, которую организует Андрей Скубилиус, бывший премьер Литвы. Ну, то есть мы можем получать статус, мы можем все вместе быть более эффективными. Вот что нам нужно. Да, это про другое. Это про диалог с европейским правительством. Это я понимаю. Меня вот в этом смысле интересовало, если уж мы вот эту вот историю с российским политическим... Ну, пространство мы ее не то чтобы формируем, потому что мы понимаем, что ничего похожего в 2024 году, скорее всего, не будет. Мы просто пытаемся представить, какие фигуры востребованы, чтобы понять, кто из этой группы может в дальнейшем претендовать на власть в России. Слушайте, пока ситуация настолько далека, какие-то демократические силы пришли к власти, там, скорее всего, будет какой-то смута, какой-то период безвремени. Потому что, на мой взгляд, скорее всего, после Путина будет кто-то из систем. Может быть, недолго, но когда элиты, избавившиеся от Путина, поставят кого-то другого. И этот кто-то другой будет вынужден. Неважно даже кто. Не хочу фамилии обсуждать. Может быть, фамилия, которую мы сейчас даже и совсем не обсуждаем, она совсем не на слух. Появится человек, которого поддержат эти элиты. Он не будет обладать сакральным рейтингом. У него будет проблема в экономике. У него будет проблема с этими ура-патриотами, которые будут требовать продолжения войны или еще чего-то. И у него ничего не останется. Он вынужден будет договариваться как-то с Западом. Он должен будет какие-то реформы проводить. Потому что иначе он не удержится наверху. И вот тогда у нас появятся какие-то шансы, возможности, когда мы должны на этот процесс повлиять. Я думаю, что года два-то точно после Путина будет еще такой период, когда все это будет, так сказать, формировано. Год как минимум. И если появится даже системный какой-то политик, но который все-таки поймет, что ему важно идти на какие-то реформы, значит, это будет что-то типа Новый Горбачев. И после него будет вот этот вот звездопад на политической сцене, когда там появятся разные люди. Известные, может быть, новые какие-то звездочки появятся. И вот будет такая ситуация, как в начале 90-х, когда был там, я помню, огромный бюллетень, десятки разных политических партий и ничего. И люди как-то смогли разобраться и выбрать. И демократов, и левых, и всех. Ну, на парламентских выборах, да? Чего нельзя сказать о президентских, в общем. Дмитрий, у меня к вам такой вопрос еще. Полгода назад вы давали мне интервью. И вы тогда презентовали это даже как свой некий политический проект. Если я правильно сейчас, если нет, поправьте. Цитирую, ну, по памяти то, что вы говорили. Речь шла о неком, ну, условно говоря, варяге. Вы говорили о том, что России сегодня необходим какой-то менеджер профессиональный, как управленец, да, не знаю, президент. Но представитель западного мира, который может сначала навести порядок, но институционально. Каким, если, провалия я, правильно ли я вас цитирую? Нет? Нет, не правильно, нет. Это, да, забавно звучит. Нет, я понял простую речь. Тогда поправьте меня, пожалуйста, и расскажите, в каком вот виде этот проект существует. Нет, я говорил вот о чем. Что у России есть единственный шанс, если она будет частью цивилизации. Да, частью большого прогрессивного мира. Вот, и, безусловно, единственный шанс чего-то добиться, это если Россия будет интегрирована обратно, да, чтобы она вернулась, там, большую семерку или восьмерку. Чтобы она, там, во все эти международные организации и так далее. То есть Россия должна быть интегрирована, если мы хотим, чтобы все-таки она смогла стать рано или поздно какой-то, скажем так, безопасной для всего мира, да, демократической и так далее. И этот процесс, он невозможен, если только желание с одной стороны. Поэтому крайне важно, и вот этому отставим на встречах с европейскими политиками, что если вы хотите, чтобы Россия была безопасна, чтобы она, там, через 10 лет не начала новую войну, чтобы она не скатилась в какое-то, там, состояние Северной Кореи, то нужно, как после Второй мировой войны американцы, там, интегрировали Германию и помогли ей стать успешной, да, это будет сложно, но тем не менее. Но точно такой же план, ну, я не говорю сейчас план Маршала, в принципе, России как раз, может быть, и не нужно финансирование, да, но России тоже нужна какая-то программа интеграции, которую нужно вместе, так сказать, обсуждать уже сегодня и убеждать западных политиков. Нет, нам не нужен кто-то, чтобы запады, кто бы руководил страной, это просто, ну, невозможно. Но нам нужна какая-то совместная программа будущей интеграции России, которая, надеюсь, получит второй шанс. Это при выполнении определенных условий от освобождения оккупированных территорий, прекращения войн, там, и так далее, выплата каких-то компенсаций, помощь Украине в восстановлении. Только в этом случае Россия может получить шанс. И здесь крайне важно какую-то общую дорожную карту с Европой обсуждать и формировать, потому что нам не нужно изобретать снова велосипед. Да, и говоришь, у нас какой-то есть третий путь, есть два пути, либо диктатура, либо демократия, ну, все, больше никаких нет. Все остальное – это выдумки политтехнологов. Про детей успеем поговорить? Да, конечно. Зачем Песков отправил сына на войну? Как вы думаете, Дмитрий, отправил ли? Зачем он нанял ему фотошоп? Это не Баблоян сказала. На кого рассчитана эта история? И подействует ли она на кого? Собственно, мне кажется, все посмеялись просто. Ну как посмеялись? Это были официальные комментарии. Марков, фотография сына Порошенко и сказала… Это смешно было. Ну а куда он его отправил? Ну о чем? Ну недавно опубликовали расследование, где его Тесла рассекала с нарушением правил дорожного движения по Москве в это время. А он не он был зарубленным. Да, ну, вы же понимаете. На кого рассчитана эта история? Слушайте, я думаю, они начинают ощущать вот эту вот ненависть уже со стороны тех, кто воюет, или тех, кто отправляет туда своих родственников воевать. Потому что все эти истории, что сын Пескова или дети известных чиновников проводят время на курортах, пока остальные гибнут. Это очень сильно всех раздражает и демотивирует. Но, видимо, они решили обмануть, показать, что их дети тоже где-то в чем-то участвуют. Но в это я совершенно не верю. Это такие ценники. Так что они больше боятся как раз всех этих рисков. Они своих детей наверняка прячут подальше. Но в этом смысле тогда, как он, Дмитрий Песков, пожертвовал, что ли, своим сыном? Очевидно, что теперь ему ни в Лондоне, нигде не побывать. Ты имеешь в виду, где бы он им пожертвовал больше, если бы он его на войну отправил, или в информационное это болото погрузил? Мне кажется, и так у него с этим проблемы. Во-первых, мне кажется, что те люди, которые, скажем так, обслуживают этот режим, Песков все-таки обслуживает этот режим. А у них просто уже нет никакого выбора. Может быть, это вообще не его было решение. Это вот где-то там в Кремле обсудили, что нам нужно взять и показать какого-нибудь депутата, депутата, какого-нибудь чиновника, какого-нибудь сына. Ну вот, Песков, ты публикуй в фотошопе, делай фотографии своего сына. Ну, Марков поторопился. Я думаю, это было примерно так. Сильно поторопился. Ну, они все, они уже не только пособники преступления, они еще и заложники. Все, у тебя нет выхода. Есть ситуация. Это Чубайсу просто повезло, что он... Успел вовремя сбежать. Успел вовремя, да, и соскочил. Там как-то Кудрину тоже повезло, что его не наказали, дали ему возможность уйти. А эти уже не могут никуда уйти. Дмитрий, у нас минут пять остается. Можно про вас поговорить? Расскажите в политическом и в общественно-политическом смысле, чем конкретно вы сейчас заняты, какие у вас главные задачи и цели? Творческий план. Творческий план. Я обещала вопрос про творческие планы. Вот я его задаю. А задачи мы выстраиваем контакты. Я на себя взял Страсбург, Париж, Брюссель, ну и вот еще Вашингтон, куда я собираюсь поехать. Соответственно, мы выстраиваем хорошие контакты с командой Макрона. Это нам позволяет, ну все-таки как-то там помогать россиянам с визами и прочее. В конце мая, начале июня запускается что-то типа Russian Club, когда-то был русский политический клуб в Париже, еще во времена Милюкова. Он объединит Руси, Либертем, есть такая организация. Там будет и Марк Фегин, и Сергей Гуриев, и Лев Пономарев. То есть мы хотим там всех максимально объединить для того, чтобы эффективнее работать с местными властями. А в Страсбурге это парламентская ассамблея Совета Европы. Там представлены депутаты 46 стран. И мы сейчас с ними обсуждаем возможность получения статуса для... Ну я бы не сказал российской оппозиции, я называю российского гражданского общества. Мы хотим сделать это чуть шире, чем просто оппозиционная история. И мы работаем в Брюсселе, там был создан секретариат. Мы уже выставили хорошие контакты с руководством Европарламента, с людьми, с Еврокомиссией. И сейчас наша задача как-то постараться какую-то координирующую структуру создать для того, чтобы выработать вот конкретно, что мы лоббируем. Потому что, грубо говоря, если мы хотим решить вопрос с travel documents, у многих паспорта заканчиваются, многим их не выдают. Нужны какие-то документы, чтобы люди могли ездить. Ну я знаю несколько случаев, когда отказываются. Да, и была история нансовских паспорта. Вот она была такая, абсолютно известная. Сейчас в некоторых странах, типа Италии и даже Литвы, нансовский паспорт стал таким паспорт не гражданином. Ну как travel document. Соответственно, в Литве это очень сложно работает. Это вот исключительные случаи, когда выдают. В Италии чуть лучше. Вот сейчас мы хотим изучить вот это все законодательство, связанное с законодательством разных стран, где это что работает и что нужно менять. И дальше уже предложить Европе запустить этот механизм нансовских паспортов. Не только, кстати, для россиян. Там же с такими проблемами сталкиваются граждане разных диктатур. Просто было какое-то упрощенное получение такого travel document. Ну то, что не можешь без него жить. Не можешь счет открыть, не можешь никуда уехать. Ничего не можешь. Не можешь жилье снимать, не можешь ребенка отправить в школу. Ну то есть это просто необходимость. И они это понимают. Поэтому нам нужно просто будет предложить механизм и лоббировать. А что такое лоббировать? Надо там три раза в неделю выступать в Европарламенте. Четыре раза в Страсбург приехать, в Берлин, в Париж. И сказать, вот у нас есть решение, вот бумага. Искать сторонников и потихонечку двигать тему. Вот только так. Три коротких вопроса у нас. Дмитрий, можно прям коротко в режиме, что называется, Блица? Вы говорите мы. Кто еще в вашей команде? Значит, кто объединился? Фодорковский, Гуриев, Каспаров, Алексашенко, Чичваркин. У нас Люба Соболь в антивоенном комитете. Параллельно мы работаем в Брюсселе с Наташей Арно и Владимир Милов. Это Free Russia Foundation. Вот очень ждем ФБК. И в принципе все, ну кто? Там из Парижа, например, Марк Фейген. Я знаю, что Максим Кац приезжает тоже в Берлин. Ну вот всех надо интегрировать. Второй вопрос. Поняла. То есть мы это вот как раз представители российской оппозиции. Потому что я думала, что может быть у вас какая-то одна команда. Отдельная команда в смысле. Второй вопрос. Цифры можете какие-то назвать, чем похвастаться с точки зрения, вы говорите, что с Францией уже там есть какие-то результаты. По работе. То есть по travel документам, по количеству вывезенных людей. У вас есть какая-то статистика? Ну я думаю, что здесь, чтобы мне не врать, надо спросить у Ковчега. Потому что антивоенный комитет как раз. Это то, что Ковчег делает. Да, это же наш проект. То есть у нас есть там команда, есть Настя Буракова. Она прям в детали расскажет. Но я знаю, что обращение это порядка 200 тысяч. Всего? Уникальных обращений в Ковчег. Да, там психологическая помощь. Там решение вопроса с жильем. Там, не знаю. Например, сейчас мы там помогаем музыкантам группы Би-2 получать визы, чтобы они могли ездить. Ну, много таких историй. Просто я не хочу в какие-то частности уходить. Потому что есть прекрасная команда Ковчега, которая очень много для этого сделает. И продолжает делать. Это вот наш общий проект. Поняла. И третий вопрос, короткий. Вот вы говорите, русский политический клуб. А кто его финансирует? Там пока не нужно никакого финансирования. Потому что у нас есть возможность получить помещение бесплатно. Там Париж. Это вообще место, как бы, центр европейской демократии. Там куча think tank'ов, университетов, институтов, которые предоставляют помещение. Перевод. Я вот недавно был в Эфре, выступал 10 дней назад. Там был, значит, Марк Фейгин, я, там, Настя Шевченко. Ну, в общем, много-много. Лев Пономарев. Все бесплатно было. Да, и перевод был бесплатный. И мы общались с большим количеством журналистов-чиновников, бывших послых, там, России. У нас была дискуссия, наверное, человек на 50. То есть, деньги, нет, наверное, деньги нужны на что-то. Но пока можно и без денег что-то делать. Но при этом... Деньги в основном сейчас я трачу на поездки. На поездки основные источники, это там деньги, например, Михаил Ходорковский дает, или это грантовое финансирование, или что? Вот просто можете назвать там, я не знаю, основные источники? Списком буквально, потому что мы уже заканчиваем. Я думаю, что... Ну, здесь все вместе. Грантовое финансирование есть. Я знаю, что некоторые правозащитники получают гранты, да? Значит, в Ходорковске много чего финансируют. Очень много. Значит, плюс есть еще ряд предпринимателей, которые там помогают нам с поездками. Потому что у меня там этих поездок, что-то там не 4 поездки в месяц. И это перелеты, проживание, вот, да? Не хватает, скажу честно, если нас слушают предприниматели, помогайте, потому что, ну, хочется выйти на какую-то проектную мощность, а всегда есть ограничения по деньгам. Конечно, я хочу создать Think Tank. Да, это объединение экспертов, которые бы делали нормальные доклады качественно о том, что в России происходит, в эмиграции происходит, какие основные тренды и так далее. Ну, это вообще миллион долларов в год. Все понял. Очень дорогая история. Апетиты понятны. Все нас выгоняют. Политик Дмитрий Гудков, спасибо вам большое за это интервью, Майерс и Баблоян. Мы вернемся завтра в 7 метра. Берегите себя. Пока. Субтитры подогнал «Симон»